В этом видео третьей части я буду продолжать публиковать информацию о мегалитических сооружениях Перо. Большое спасибо Виктору Камесау, который предоставил все фотоматериалы для данного видео. И я хотел бы более подробно рассказать о некоторых. Хочу сказать, что я не пытаюсь ничего утверждать. Тут меня некоторые люди упрекают, что якобы я там чуть ли не сказал, что это пришельцы построили или еще что-то. Это должны говорить не я, это должны говорить только ученые. Проверять и перепроверять. Еще раз хочу закрыть на этом вопрос, чтобы никто больше на меня там не пытался какие-то там что-то говорить. Сами себе придумали и сами про меня рассказали. Я всегда говорил и буду говорить. Только ученые должны это все проверять и проверять. И перепроверять по сто тысяч раз. Каждый момент, каждый фрагмент. Не то, что там проверили и забыли. А днем и ночью проверять и перепроверять. А нет ли где-то ошибки, а не ошиблись ли где-то они, а может ли какое-то где-то, где-то чего-то недосмотрели, недопроверили. Вот что я хочу сказать. Только должны говорить ученые. То, что я никогда ничего не утверждал, я говорил и возможно. Но как оно на самом деле никто не знает и только машина времени может дать ответ на все вопросы. Вот что я говорил и хочу сказать. Никогда я не пытался никому навязывать свои коврицы. Еще раз для всех, кто там пытается в чем-то меня обвинить, я еще раз для всех скажу. Только ученые должны что-то утверждать. Не я, не какой-то там ютубер, не какой-то там этот вот. Только официальные научные работники, которые официальные ученые, общепризнанные, они это все должны проверять и перепроверять на официальном уровне не раз и не два и не три. А сотни и сотни раз. Это как минимум, если не тысячи. И это должно параллельно все проверки вестись ни в одной лаборатории, ни в двух, ни в трех, а в десятках и сотнях лабораторий по всему миру продублировать проверки, чтобы нигде не могли подтасовать какие-то данные, факты. В сотнях, ну как минимум в десятках лабораторий все это должно исследоваться и перепроверяться. Каждый миллиметр и каждый фрагмент. Теперь по сути вопроса. Хочу сказать, что в некоторых, ну например, Кенко, Алиотамбе и в других местах, вот как будто кажется, что как будто размягчен камень. Я сейчас покажу некоторые фотографии, вы их увидите, что действительно как будто вот, опять-таки для всех, кто там пытается на меня тут же в чем-то там упрекнуть или сказать, я не пытаюсь сказать, я пытаюсь сказать как будто, не пытаясь ничего утверждать, но такое впечатление, словно вот, некоторый камень словно был размягчен или это как будто вот глина или как будто вот цемент, по крайней мере, такие визуальные свойства. Но все это должны официально, научно проверять и перепроверять ученые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не я, а официальные научные работники по сотне раз в различных лабораториях, не только в одной стране, потому что там могут сфальсифицировать. А в десятках стран по всему миру проверять все эти данные на официальном научном уровне, под эгиды, официально, научно должно это все проверяться и перепроверяться. И чтобы, не дай бог, никто там не подпасал какие-то результаты данные. Есть ли молекулярные изменения, например, есть два камня. Один камень обработан, как будто он растекшийся, а второй камень рядом с ним. Есть ли молекулярные изменения у одного и другого камня? Чем они отличаются друг от друга? Подвергалась ли поверхность камня каким-то воздействием? Например, нагреву, воздействием кислот, воздействием каких-то высокочастотных вибраций. Может, там каких-то волн. По крайней мере, это все не я должен говорить, это все ученые должны проверять. По сотне раз. Вот, что я хочу сказать по данному поводу. Хочу сказать немного по сути вопроса. Что мы имеем по факту? По факту, ну, по крайней мере, буду говорить за себя. Я не могу сказать, кто построил некоторые очень древние вот эти каменоломные полигональные кладки. Ну, по крайней мере, визуально для меня видно, что работа была брошена в момент строительства. То есть, строили-строили и по непонятным причинам бросили работу. Ни в одном месте, ни в двух, ни в трем, даже не в десяти. А в сотнях мест одновременно, ну, по крайней мере, по моему сугубо личному мнению, в сотнях мест была брошена внезапно работа. И каменоломни эти были заброшены. Полигональная кладка была не завершена. То есть, по идее, все вот эти выступы кнопс, они все должны были срезаться на всех блоках. Но почти ни на одном блоке в Перу не были срезаны, хотя есть места, где их посрезали. И визуально показано, что блоки, все эти кнопсы должны были удаляться. И блоки должны быть идеально гладкими, без всяких выступов. Ну, финально они так должны были быть. И одно место в Египте, это Осирион, оно в точности повторяет полигональную кладку в Перу и в точности показывает, что кнопсы должны были удаляться. В Египте они частично тоже были удалены. И тоже, что самое интересное, даже в Египте, в Осирионе, тоже работа была брошена на полпути по непонятным причинам. Продолжение следует... Продолжение следует... Это любой, даже хоть маломальский, даже не ученый, но любой человек визуально видит, что работу бросили, что они начали сбивать эти выступы, эти кнопсы, и не завершили и бросили. Что в Перу, что в Боливии, что в Египте. Ну, и в Индии там в том числе, и в некоторых местах то же самое, тоже такие есть выступы. И в Якшанском карьере в Китае тоже есть вот эти вот кнопсы выступы, которые там где удалены, где не удалены. Это визуально, научно видно, а тут никто не опровергнет, никакой научный работник тут вам ничего не расскажет. Любой человек придет и увидит своими глазами. Никто не сможет это проверить никогда и нигде. Визуально все видно, что работа брошена, не завершена, брошена на полпути. И кто бы ни был, кто бы ее не делал, я не пытаюсь ничего утверждать, кто ее делал, но работу не завершили и бросили. Вот что мы можем констатировать по факту. Что в Перу в сотнях мест была какая-то работа, ну, кто-то что-то строил и бросили по непонятным причинам. Всем советую посмотреть третью часть этого видео. Вы увидите очень много интересных различных мест, полигональных кладок, различных блоков, различных мегалитических сооружений, которые не завершены в основном. Также будет еще четвертая часть, так как даже в третью часть все материалы не помещаются. И будет еще четвертая часть этого видео, как минимум. Всем советую посмотреть данное видео. И всех поздравляю еще раз с Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!